В последствии сильнейших снегопадов, которые назвали бурей века, сейчас устраняют и в Америке. Все еще закрыты аэропорты, ограничено движение транспорта. В результате стихийного бедствия погибли 30 человек. При этом из-за грядущего потепления сразу нескольким регионам грозит наводнение. Жанна Агалакова передает из Нью-Йорка. Даже из космоса этот снежный шторм выглядел впечатляюще. Размах на 7 штатов, 60 миллионов человек под ударом. И в самом эпицентре, американская столица, Белый дом завалила по самые окна. Авария, обморожение, сердечные приступы. Люди, не рассчитав сил, разгребали сугробы до изнеможения. В Нью-Джерси молодая женщина и ребенок задохнулись в автомобиле. Снег залепил выхлопную трубу. Недалеко от Нью-Йорка поезд буквально воткнулся в сугроб. И не в силах сдвинуть его, простоял 6 часов. К счастью, состав был без пассажиров. А в Коннектикуте сотни автомобилей 12 часов ждали помощи в многокилометровой пробке. Спасателям было не пробраться. Просто увидел, что они застряли тут, и лопаты у них сломались. Пошел домой, взял свою. Надо же помочь. Штату Нью-Джерси пришлось переживать одновременно снежный буран и наводнение. Штормовой ветер вызвал мощнейший прилив. В Западной Вирджинии, которая на одной широте с итальянской Сицилией фиксирует невиданные почти метровые сугробы. На стадионе Вашингтон Рэдскинс, не выдержав тяжести, обвалилась крыша. Чудом никто не пострадал. Небывалый снегопад вызвал небывалую активность в соцсетях. Знаменитости выкладывали фотографии в зимних шапках и шарфах. Это звезда экрана Дрю Берримор. Узнать почти невозможно. А это в детской шапочке певица и актриса Дженнифер Хадсон. А вот с красным носом голливудская красавица Наоми Уоттс. Даже Белый дом выложил кадры двух президентских собак Бо и Санни, буквально купающихся в снегу на лужайке перед резиденцией. В Нью-Йорке, который больше суток жил в режиме чрезвычайной ситуации, неработающее метро, перекрытые дороги, мосты и тоннели, едва стихла непогода, горожане повалили в парки и скверы. Снежки, снежные бабы, санки и редкий шанс прокатиться в самом центре Большого Яблока на сноуборде. Фантастика! Я как раз новую доску купила, а тут столько снега. Как не попробовать? Повезло просто. Присоединяйтесь! Это первый снег за зиму. Я сам родом из Нью-Йорка, разное видал, конечно, но тут просто не мог не прийти. Мы с дочерью катаемся, здорово. Снежные бури терзают северо-восток Америки каждую зиму. 2006 считается самым суровым, но и в этом уже поставлен рекорд. За одни только сутки в Центральном парке Нью-Йорка выпало 67,5 сантиметров осадков. Максимальное количество за всю полуторавековую историю наблюдений. Но испытания, видимо, еще не закончились. Вся эта масса снега растает в ближайшие дни. Уже во вторник в Нью-Йорке метеорологи обещают плюс 6, а потом снова ниже нуля. И все превратится в каток. Жанна Агалаква, Борис Леонов и Елизавета Волчегорская. Первый канал США.